Приветствую вас. В вашей ситуации, которую вы описываете, я выделил бы несколько моментов, на которые и хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент. При вашей достаточно четкой позиции относительно того, как себя вести, да, то есть при том, что ваша позиция, она достаточно четкая, она достаточно ясная, да, то что вы не можете быть женщиной, мужчиной, который не определился, да, который сомневается в своих чувствах к вам и получается, что вас по сути используют. Так вот, при наличии у вас четкой позиции, да, вы все равно испытываете так называемые муки, то есть вы мучаетесь. И вопрос заключается в том, чем? То есть что именно вас мучает? Конкретно. Есть мужчина, с которым вы встречались, значит, достаточно продолжительное количество времени. За это время мужчина не сделал шаг к тому, чтобы ваши отношения, ну, стали чем-то, да. То есть он, например, не сделал вам предложения, вы не стали жить вместе за эти, ну, за эти годы. И мне, конечно, конечно, в этой ситуации очень интересно, как вы ко всему этому относитесь сами. То есть считаете ли вы, что данный аспект является каким-то, ну, правильным, считаете ли вы, что данный аспект является каким-то верным, считаете ли вы, что это нормально, вот. Я имею ввиду, значит, значит, ну, что мужчина не сделал никаких шагов по сути дел, вот. В чем заключаются ваши муки конкретно? И это первое, на что хотел бы обратить ваше внимание. Дальше, за то время, что вы с ним вместе, вы почему-то задали ему вопрос, любит ли он вас. Значит, скорее всего, возможно, были основания для сомнений в том, насколько он вас любит. То есть, я опять же, не знаю, может быть, ситуация складывалась не совсем так. Может быть, это просто так кажется. Но пока что, исходя из того, что вы написали, получается такая история, что конфликт, некий конфликт, назревал уже давно. И сейчас просто это вылилось в откровенную позицию со стороны молодого человека, вот. Которая представляет из себя то, что, собственно, ему не хватает чувствий к вам. Но ведь не просто же так вы спросили у него, что он к вам чувствует. Да? Наверное. С другой стороны, вами что-то двигало. Вполне возможно, что это была неуверенность в себе. Или, может быть, что-то ещё, какие-то чувства ваши могли быть. Понимаете? То есть, здесь, мне кажется, нужно разбираться с тем, что вы чувствуете сами. То есть, вполне возможно, что это чувство, которое доставляет вам мучения сейчас, оно то же самое, что и то, которое стимулировало, значит, спросить вас, любит ли он вас. Дальше. Значит, смотрите, мужчина по своему поведению совершенно очевидно к вам неравнодушен. То есть, я не знаю, может быть, он боится чувств просто, что очень даже вероятно. Может быть, он боится сближения с вами, что тоже очень вероятно. Но, так или иначе, ситуация заключается в том, что вы как-то уж, знаете, ну, я бы сказал, что вы слишком резко, слишком категорично отреагировали на его... Слова. То есть, вы отреагировали на его слова так, как будто уже заранее ожидали, что он скажет вам, ну, что-то неприятное. Как будто вы уже заранее ждали этого. И он просто подтвердил то, что вы его, собственно, подогревали и так. Потому что, ну, в противном случае, вы бы, вы бы поговорили, вы бы к чему-то пришли, вы бы как-то разобрались бы с тем, что происходит. Вот, что сказали, ну, ты подожди, может быть, всего лишь, может быть, у тебя что-то происходит или что-то, или как-то так. Но вы этого, в общем, не сделали. Вот. И это тоже наводит на мысль об определенном противоречии у вас. И о, значит, соответственно, том, что вы склонны занимать жертвенную позицию. Ибо я считаю, что он не случайно нашел поводы выходить с вами на контакт. То есть вы позволили ему себя спасать, вы позволили ему с вами общаться. Вот. И вам обязательно нужна ясность, что тоже говорит о том, что вы не уверены в себе. Ну, сказал мужчина, что он сомневается в своих чувствах. Ну, сказал и сказал. Это означает всего лишь, что он не уверен в себе. Вот. В данной ситуации вряд ли можно, вряд ли уместно, вряд ли уместно было бы выяснять отношения конкретные. Потому что мужчина это, как правило, ну, отталкивает еще больше. Вот. Понимаете? Поэтому здесь вы действуете, опять же, по моему мнению, я бы сказал, с определенным заделом на себя. То есть вам нужна определенность. Вам нужна, ну, какая-то точность. Понимаете? Это вам нужно. Вот. Вопрос только в том, для чего. Понимаете, да? Какая история. То есть, если это нужно вам, да, если это нужно вам, то почему получается так, что отвечает за это мужчина? Вот. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Ну, вот. То есть вам нужна определенность, вы хотите определенность. Вы. Не он, вам, вам нужна определенность. Момент, правда, такой, почему, то есть получается, что сами ее создать в смысле неопределенности, да? Вы не можете. Или не хотите. Понимаете? Вот. Что очень важный момент, если мы говорим, да, о, ну, о вашем состоянии. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот. И далее вы пишете о том, что переживаете по поводу того, что его оттолкнули. Вот это и является основным противоречием. То есть у вас есть четкая позиция, что я, там, например, не выстраиваю отношений, да, с, ну, людьми, которые сомневаются в чувствах, что я не хочу быть просто женщиной, не хочу, чтобы со мной просто спали. Это, это, в общем-то, вполне достойная позиция, ну, потому что она верная. Вот. Она конструктивная для вас, скажем так, да? Вот. Но вы переживаете все равно. И вопрос заключается у меня в том, по поводу чего именно вы переживаете. То есть о каком оттолкновении вы говорите, да, если у вас есть четкая позиция? Оттолкнули вы его, и мужчина может быть, эээээ, так бы и продолжал вами пользоваться. А... После этого ммм... Совершенно спокойно мог бы уйти к другой, да. и просто сказать, что, там, извини, я тебя не люблю, там, и так далее, вот. То есть, здесь, конечно, такой неоднозначный момент, что все-таки вызывает у вас волнение, вот. То есть, я понимаю, что, возможно, вы что-то потеряли, что-то потеряли именно для, ну, себя в нем. Я понимаю, я отдаю себе в этом отчет. Но я также хочу, чтобы вы, вот эти противоречия, которые у вас могут быть, да, чтобы вы их все-таки для себя разрешили, потому что это важно, вот. Значит, далее вы не задаете конкретного вопроса. То есть, вы не спрашиваете ничего, просто говорите, как бы вы могли прокомментировать. Это означает, что ничего конкретного в себе менять вы не хотите, скорее всего. и это означает, что ориентироваться вы будете на то, что, ну, вот на те комментарии, которые вам больше по душе. Вот. Но это не решит проблему в целом. Потому что проблема не только в нем, но и в вас. Ведь получается, что вы так себя поставили, например, что он может позволить себе так, ну, общаться с вами, да, так взаимодействовать с вами и так далее. И то, что вы сейчас переживаете, лишний раз это доказывает. Вот. Я думаю, что вам не нужно оставить мужчину в жесткой рамке. Было бы уместнее, было бы уместнее, если, если бы вы просто показали ему свои личные границы. Вот. Это было бы гораздо уместнее. То есть, например, у тебя нет чувств. Хорошо. Мы общаемся с тобой так же, просто, например, без секса. Допустим. Или мы общаемся с тобой так же, просто, например, не проводим вместе, ну, не проводим время вместе, или проводим, ну, не так много, допустим. Да? Вот. Вот. То есть, то есть, ну, то есть, вот как вам комфортно, да, как вам удобно. Так вот, вы и, соответственно, себя позиционируете. Вот. Вот. Я думаю, что это самая правильная будет позиция. Вот. То есть, не давить, не давить на человека, потому что давя на него, вы ничего хорошего не добьете. Вот. Ну, а если у вас есть ваши собственные желания, какие-то, то с ними нужно просто разбираться. Ну, более подробно. Вот. И все. Я думаю. Это было бы самым правильным решением. Вот. Понимаете, о чем идет речь. Да? Да. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вы для себя почерпнули что-то интересное. Вот. Надеюсь, если будут вопросы, обращайтесь ко мне в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего-всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится для вас и вы получите какую-то определенность. Вот. Но помните, что определенно зависит все же от вас, не от него. всего. Всего доброго.